Приглашается Окишев Дмитрий Николаевич, нейрохирург Национального медицинского исследовательского центра имени Бурденко. Добрый день. Очень интересно все это слушать. Очень интересно, куда развивается операционная. Я представляю центр нейрохирургии имени Бурденко, Окишев Дмитрий Николаевич. И касательно моего доклада, я попытался его сориентировать на всю эту историю с интегрированными операционными, но мне кажется, я нахожусь в некоторой оппозиции к тому, что сейчас произносили, потому что я наоборот пытаюсь в какой-то мере оставить без работы представителей фирм, которые занимаются производством индивидуальных оплатов и представителей компаний, которые производят в том числе определенное медоборудование, в частности, на навигацию. Вот доклад назвал я следующим образом. Сегментация печать для предоперационного планирования у нейрохирургии. Включите, пожалуйста, следующий слайд. А, у меня есть, да? Мы уже в течение долгого времени, на самом деле, эту самую сегментацию использовали. Вот здесь вы, например, видите обычную, построенную по цветовой таблице воксельную 3D-модель, которую используют в течение уже многих лет многие нейрохирурги. И сейчас я, наверное, даже могу сказать, что ни один нейрохирург на клипирование вот аневризмы головного мозга без построения вот такой вот 3D-модели даже не пойдет, потому что она дает такое количество информации дополнительной, которую надо знать во время операции, что, ну, грех этим не воспользоваться. И мы это, конечно же, давно использовали. Потом какое-то время назад, это был, наверное, мне кажется, 2017 год, может быть, даже раньше, мы познакомились с компанией, которая базируется изначально в Воронеже, компанией Добитек, которая занимается в том числе разработкой софта для сегментации, для построения всех вот этих моделей. И, в общем, они нам, ну, мне, по крайней мере, можно сказать, открыли глаза, они показали, что можно не просто по цветовым таблицам производить сегментацию каких-то анатомических структур, а можно сегментировать нервы, опухоли, какие-то объемные образования, кости, вообще все что угодно. И вот здесь вы, например, видите достаточно редкие случаи, когда микрохирургически, а не эндоваскулярно приходится идти на клипирование аневризма задней мозговой артерии. И, в общем-то, несмотря на то, что доступ, ну, такой для хирурга, который даже, в общем, часто оперирует аневризма необычный, достаточно посмотреть на 3D-модель, и ты все понимаешь, где она располагается, как к ней подойти, что ты увидишь во время операции, с какими нервами ты столкнешься, как удобнее сделать диссекцию. Ну и, естественно, это я работаю в сосудистом отделении, но далее у нас сегментация пришла в целом в центр, и мы стали ее использовать и для нейроонкологии, и для нейротравмы, и для там спинальной нейрохирургии. Мы стали удалять фокальные кортикальные дисплазии, там небольшие какие-то образования, да и большие тоже, ориентируясь по реконструированной коре, накладывая на эту реконструированную кору рисунок артерии вен, причем можно отдельно различить артерии твердой мозговой оболочки и вены, располагающиеся на конвекситальной части мозга. И вот это все значительно улучшило качество хирургического лечения, позволило удалять образования, которые раньше хирурги не удаляли. Вот как пример, вот эта артериовенозная мальформация, так называемая, одна из причин инсультов, которые могут случаться у людей, вот мальформации еще, наверное, лет пять назад рутинно оперировались по прямой субтракционной ангиографии. При этом, получив вот такую вот картинку, как хирург, прямой хирург, микрохирург, скорее всего, операция отказывала, потому что вот здесь не очень понятно, где она располагается. Скорее всего, она вот этой зоной патологических сосудов, зоной ангиоматоза уходит в моторную кору. Скорее всего, у нее многоканальное кровоснабжение, которое очень сложно контролировать. Ее практически невозможно полностью заклеить, ровно по той же причине, потому что она питается из всех сосудов, включая фидеры из задней мозговой артерии. Здесь их нет. Но, в общем, получив в руки вот этот вот функционал, вот этот инструмент сегментации, мы можем удалять, в общем, даже такие мальформации. Для этого надо просто взять диком данные КТ и МРТ, вот как уже предыдущий докладчик рассказывал, их совместить, взять самое лучшее из каждого исследования, взять сосуды из КТ-ангиографии, взять там кости тоже из КТ, взять мозг из МРТ, взять сам клубок, может быть, из МРТ. Если непонятно что-то по фидеру, можно сделать 3D-ангиографию, тоже добавить ее в эту сцену, совместить, понять, где какие афференты находятся, понять, в каком порядке, каким образом их следует отключить для того, чтобы ее можно было дальше удалять. Понять, в каких конкретно структурах мозга она располагается так, чтобы, ну, точно знать, заденешь ли ты тракт, там, пирамидный тракт или нет, спланировать доступ. И, в общем, сделать эту хирургию таким образом, чтобы у пациента не было неврологического дефицита, даже при удалении вот такой, по сути, центральной мальформации. Ну и далее постепенно, по методике удаления артериевенозных мальформаций, как это принято уже в течение многих лет, постепенно отключать кровоснабжение, все фидеры, которые мы знаем, где находятся один за другим, один за другим, или клипировать, или пересекать, в зависимости от того, нужен вам потом этот сосуд или нет для каких-то целей, для пациента. Достать эти фидеры из щелей, мы бы не знали, что он там расположен, если бы все это не сделали, если бы мы не сегментировали все эти модели. Ну и остается, в общем, только ее удалить, она отключена уже от артериального кровотока, дальше уже не случится кровотечение, с которым может столкнуться хирург при удалении артериевенозной мальформации, дальше это совершенно рутинная хирургия с кровотечением, которым спокойно и хирург, и анастезиолог справляются, не требующие реинфузии крови, все удалить. Или вот это та была центральная мальформация, вот эта мальформация, располагающаяся в зоне брака, в центре речи, которая, помимо того, что она располагалась в центре речи, она вот еще вот так вот спряталась у нас в извилине. Но мы точно знали, в какой она извилине спряталась, мы точно знали, как она кровоснабжается, что надо отключить, чтобы ее обесточить, и, соответственно, без всяких проблем вскрыли вот эту вот небольшую архонодальную щель, нашли фидер, отключили и иссекли. А я так долго про нее говорю, просто потому что мне очень нравится эта хирургия, и она очень такая красивая, изящная, при этом она опасная, потому что если все кровоснабжение артерио-венозной мальформации не учтешь, не отключишь, то можно столкнуться с кровотечением в несколько литров вообще без всяких проблем. И потом героически его преодолевать, что я много раз видел у других хирургов, у других клиниках, которые, в общем, вот определенные вот эти правила хирургии АВМ не соблюдают. Ну и, естественно, вот это все знание, которое вы на своем персональном компьютере, используя вот этот софт, получили, вы его не просто можете донести в своей голове до операционной, вы его, конечно, можете принести прямо вот в таком вот виде, в котором вы его и смотрели. Операционный должен быть большой монитор, у вас операционный должен быть тоже софт, для того, чтобы и 3D-модели, и исследование всех модальностей подробно рассмотреть. Ну и, конечно же, раз уж мы столкнулись со всей этой историей, с созданием 3D-моделей, мы не на Луне живем, у нас, естественно, возникла возможность, то есть желание, сначала возникло желание, потом, естественно, возможность. Сначала возникло желание все эти 3D-модели напечатать и понять, может быть, и это нам тоже нужно. И мы попробовали печатать и вот такими FDM-принтерами, которые послойно наплавляют, мы попробовали печатать и этими фотополимерными принтерами, LCD-принтерами, SLA-принтерами. Вот здесь показан процесс создания модели нейровоскулярного конфликта, пациента, который страдает от лицевых болей. Да, это особенно в целях обучения очень полезно. Модели получаются достаточно детализованные, их можно немножко вот так вот приготовить, подрассказать. Конечно, это все требует определенного времени и на сегментацию, и на работу, собственно, с самой моделью. Но получается неплохо. Для цели обучения это очень хорошо, чтобы объяснить особенно пациенту, что с ним будут делать, иметь такую 3D-модель бесценно. Но, в общем, на самом деле для хирурга это не очень нужно, потому что все, что вы видите на мониторе, все, что вы видите, может быть, если вы подключили VR-шлем и смотрите все эти 3D-модели в 3D, этого вполне достаточно, и не надо заниматься производством. А вот где нам действительно принтеры помогли, так это в реконструктивных операциях. Потому что неожиданным, в общем, образом, когда мы запустили у себя несколько 3D-принтеров, мы поняли, что мы можем делать реконструкции и не заказывать эти все индивидуальные импланты ни у кого. Мы просто сами моделируем, печатаем оснастку, там в предпоследней и последней итерации мы уже работаем медицинским материалом, медицинским силиконом, медицинскими цементами и получаем абсолютно законную сертифицированную медицинскую модель, а не что-то там печатаем и что-то там ставим, как, может быть, кто-то может подумать. Это я говорю сейчас про реконструкцию, вот левая сторона, про реконструкцию с помощью полиметилометокрилата. Классическая методика в течение многих лет, использующаяся многими центрами. Ну и, естественно, вы можете просто напечатать этот самый, этот самый дефект, эту самую кость, взять специальные инструменты, хирургические щипцы, ножницы и сделать модификацию динамической сетки тоже. Не заказываем никакой индивидуальный имплант, делаем его сами, ставим. Таким образом, за 22-й год мы сделали 119 реконструкций, если прикинуть, что средняя цена реконструкции, если ее делать на аутсорсе, заказывать всю эту оснастку, стоит где-то там 1040-50, это по старым ценам минимум, сейчас может быть даже больше, то мы, в общем, просто имея 3D принтер, сэкономили около 5-7 миллионов рублей. И наличие, опять же, сегментации, печати, вот это, кстати, самое инобитек, позволило по-другому отнестись и к хирургии, к резекционной хирургии в онкологии. Потому что если это раньше были двухэтапные операции по резекции гиперостоза, резекции опухоли вместе с костными структурами, и затем отсрочно через какое-то время пациенту делали индивидуальный имплант, реконструировали все это повреждение, все это окно, то теперь мы можем, в общем, получив некий опыт в этой области, сделать специальный хирургический шаблон, сделать резекцию точно такую, какую мы хотим, сделать заранее индивидуальный имплант и имплантировать его сразу после резекции опухоли. И пациенту не надо давать второй наркоз, пациент сразу уходит с излечением, ну, настолько, насколько это возможно в случае онкологии. Ну, и так как мы занялись вот таким медицинское моделирование, это оно и техническое, и художественное, но больше художественное на самом деле, а вот прототипирование инструментов, это на самом деле больше такое техническое моделирование, но мы им тоже занялись. Мы сделали два вот такие устройства, это устройство для прикроватного стереотаксиса, чтобы, потому что если у вас есть тяжелый больной, там с гематомой или с каким-то смещенным маленьким желудочком, и вам надо сделать, поставить катетер в эту гематому в реанимации, если достаточно сложно организационно этого пациента перекатывать в оперблок, в общем, имея вот такое небольшое устройство, или устройство, которое я покажу на следующем слайде, можно стереотоксически поставить катетер прямо в реанимации, не совершая каких-то сложных телодвижений, не закатывая навигатор в реанимацию. Я вообще не видел, чтобы кто-то когда-то закатывал навигатор в реанимацию. То есть он получается, если под навигацией делать пункцию, и у нас будет пациента вести в оперблок. Или мы попробовали печатать из медицинского фотополимера вот такие порты для эндоскопической и микрохирургической удаления глубинных образований мозга, внутрижелудочковых обычно. И то, и то устройства у нас уже запатентованы, и мы планируем дальше думать, что с этим всем делать, как это все дальше развивать. Ну и вот это такой момент, который я попробовал ради шутки. Я попробовал, ну зачастую, для чего используется к навигации, у меня есть много претензий как к понятию к навигации, которая сейчас используется в операционной. Потому что я использовал множество разных систем навигации, штук 5 или 6, наверное, я с разными работал. И с электромагнитными, и с оптическими, вообще все очень разными. И принципиальные моменты в работе хирургического навигатора, они есть, которые очень сложно обойти. Особенно если человек пользуется навигатором, который его видел там 1, 2, 3 раза в жизни. Он, например, может взять аксиальную серию, там со смещенным углом гентри изначального исследования, по ней начать наводиться на образование. В итоге, так как серия у нас немножко с другим углом, он получит точку проекции образования на поверхность мозга со смещением, а не так, как она должна быть. Если он не сегментирует, не строит 3D-модель, а просто ориентируется по одной проекции, хотя бы не по трём, хотя бы не меняет угол. В итоге получается он вроде как делает маленькую трепануцию по навигации, мимо образования. Я это тоже видел неоднократно. Ну, есть 3D-принтер, я попробовал печатать вот такие 3D-линейки для того, чтобы позиционировать краниатомию определённым совершенно образом. И получается, что, опять же, с навигатором. Ты включаешь навигатор, да, где-то минут 10 минимум его настраиваешь. А обычно это полчаса. Закатил туда-сюда, сетку открыл, привинтил эти шарики. Потом он с первого раза не синхронизировался с пациентом. Потом оказалось, что надо брать не эту серию, а надо брать другую серию, потому что по этой серии не очень-то всё видно. Почему-то ты это не предусмотрел. В итоге плюс полчаса к наркозу. Тоже, в общем, ситуация, которую я наблюдал много раз. Ну и там ещё моменты есть в навигации. Здесь пришёл, положил, разрезал, всё. Я с этими корониметрическими линейками уже делал и разные, и большие, и обширные доступы, и маленькие, и кихол хирургию на очень большой глубине. Потому что просто можно же сделать сегмент вот этой самой коры, навестись на извилину, а дальше пойти по извилине. А вообще замечательно, если в этой извилине находится какой-то сосуд артериальный, венозный, который можно использовать, опять же, как ориентир. Потому что лучшая нейронавигация, это была, есть и остаётся со времён Николая Ниловича Бурденко нейронатомия. Ну, собственно, сама анатомия – это лучшая навигация. Если использовать её любым образом, то это стопроцентный результат. Ну, это тоже ради шутки мы попробовали. У нас какое-то время не работал вот этот наш маленький аппарат для стереотоксических пункций в реанимации, а пациенты появлялись, которые мы не могли перевести в оперблок. Мы через вот такую индивидуальную храниометрию с моделированием траектории пункции, с моделированием угла, с моделированием глубины попробовали пунктировать гематомы. В общем, тоже без проблем. Всё можно реализовать. Ну, вот как-то так. Спасибо большое. Спасибо. 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 Спасибо.